Доброе всем утро! Сейчас мы будем купать Вилю. Специально положила пакет Ашановский, чтобы он ногтями акриловую ванну не поцарапал, но он норовит все равно по ванне ногтями. Все, будем укупаться. У нас есть специальный шампун для него. Где он, кстати? Я его не вижу. Фампунчик. Где шампунь-то великой? Самый большой. Так, е-мое. Наверное, не в ванной. Сейчас пойдем искать шампунь тебе. Виля купается спокойно, да? Виля купается хорошо. Доброе утро! Суббота! Всем привет. Всем привет. Кто там? Всем привет. Мы с Алей полседьмого собрались, завтракали. Я съела 200 грамм бутербродов. Нет, не 200, 136 грамм бутербродов с колбасой и сыром. А второй раз я не буду есть, потому что буду в клинике сидеть и ничего с собой не взяла. Поздороваешься? Привет. Всем привет. Вы слыхали? Слыхали? У Закирова сегодня хорошее настроение. Она улыбается. Сейчас они меня сбросят в эту клинику. Я там буду сдавать анализы. Мне интересно получится, нет? Заселфиться в кабинете. Чего ты смеешься? Даже блогер все-таки. А, я, короче, да, на кресле буду транслировать. Мне будут делать биопсию, я буду снимать. Да нет, конечно. Они там засмущаются, застесняются и вообще не знаю. Я спала с этими крупными бегудюшками, потому что знала, что утром у меня времени не хватит ничего делать. Это я точно знала, потому что папа уходит в машину за машиной, и я остаюсь собирать детей троих. Но потом он приходит их и забирает. Я хоть могу немножко собраться. Но время-то теряется. Поэтому я спала с этими крупными бегудюшками. У меня теперь болит шея, потому что... А, это очень сложно спать в бегудях. Бухтят сзади. Наверное, заедем в Ашан, да? Да, в Ашан и яички. А, ну вы это не поедете? На яички. Ну, яички, может, купим. Ну, эти киндеры едутся. Мы съели с киндерами. Ну, давайте, спросите меня, больно или не больно. Спросите, давайте. Спросили? Вообще не больно. Так что, если у вас какие-то подобные процедуры предстоят, вы не бойтесь, это вообще не больно. Не больно ни капельки. Страшно только. Трусит от того, что страшно. Многие трясутся. Ну, вообще не больно. Делают, короче, укол. А, этот, как я вам скажу про все процедуры. Ну, в общем, мазок, вы знаете, не больно. Потом... Кальпоскопия, это вообще не больно. Там просто под увеличительным стеклом, там телевизор висит над этим, над тобой. И она смотрит, там раз, что-то люголем помазала. Я еще думаю, о, люголем, сейчас каково это... Ну, выжгут мне там всю шейку матки. Она люголем помазала, еще чем-то помазала, побрызгала, посмотрела, все записала, пошла дальше. Потом вот на биопсию садишься. И вот на биопсию и на соскоп цервикального канала садишься, тебе обезболивающий ставит укол. Его тоже ставят не больно. Шейка матки, она нечувствительная вообще. То есть, ну, ты чувствуешь, что тебе прокалывает что-то внутри, но ты не чувствуешь боли. Ну, может, там какую-то тупую совсем, знаете, ну, как тебя пальцем ткнули, как будто бы. Поставили укол, укол обезболивающий, это вот как в зуб ставят, когда лечат. И ждешь 15 минут, все, доктор приходит с медсестра, там все ассистирует. Все хорошо, все так это. Дружелюбную, доброжелательно. И в этот раз мне не пришлось долго ждать. Я пришла, ну, и сразу меня в оборот взяли, давай везде водить. Я все сдала и, ну, практически не ждала. Хотя сейчас, вот что, сейчас полдвенадцатого, мы к девяти. Как-то время пролетело, потому что не сидела, а все, анализы сдавала. И что еще? Ну, вот врач там достает, у него там какая-то штука на стене висит, типа труба какая-то. Я думаю, сейчас что он ебать делал? Что-то поливает, поливает, ну, и берет, ну, и берет эту биописию спокойно. Ты ничего не чувствуешь. Чувствуешь только, что с тобой манипуляции какие-то делают. И все, ничего абсолютно, не больно никакой. Вот сейчас я чувствую, вот, знаете, немножко подтягивает, как будто бы вот, ну, чуть-чуть совсем, не сказать, что даже больно, просто чуть-чуть. Уже отходит там все. Ничего не должно не кровить, ничего не должно происходить плохого. И что еще сказать-то надо было мне. В общем, не надо бояться, вообще все легко. Будем ждать результатов теперь. Не знаю, может, в середине марта поеду, узнаю результаты. Вы со мной поедете? Вместе поедем. Муж приехал, меня не нашел в коридоре, я в операционной была. Ты меня искал? Не спрашивал ни у кого? Спросил. У айфона. У айфона? Так у меня телефон, там, перед операционной надо раздеться, раздеваешься, одеваешь халатик, ну, и идешь. В этой же операционной мне потом будут делать конизацию. Если понадобится она. Ну, ну, вот. Едем сейчас за Маргаритой. А еще нам выписали лечение, какие-то уколы. Вот мы будем лечиться от ВПЧ. И их надо принимать 12 дней. Они, я не знаю, по рецепту. Наверное, дорогие. Я думаю, может, он будет какое-то новое лекарство. Вообще, такой, противоверсный. Ой. Вот так вот. Про этот ВПЧ вообще никто раньше никогда ничего не знал, да? У него никогда никакого этого ВПЧ. У ВПЧ там столько видов. Огромное количество типов ВПЧ. Я такая лежу. Ой, а шейка матки же не чувствительна? Не чувствительна. Ну, тут куда знаешь. Хороший врач. Вот если кто живет в Магнитогорске или в пригороде. Жуков Александр Иванович. Очень замечательный специалист. Со всеми проблемами шейки матки. К нему обращайтесь. Единственное, что в онкоцентре долго сидеть, что вот на Гагарина к нему тоже долго сидеть. Но сегодня как-то, мне кажется, меньше очередь, что ли. То есть вот именно по этому адресу, по Гагарина, нет записи на время. По-моему, на Ворошилово есть запись на время. Я не знаю, там он работает или нет. Получается, ежедневно работает в онкоцентре. А по вечерам идет в клиники платные. И в субботу тоже работает. Это представьте у него работа какая. Я вообще в шоке. Я себя чувствую такой, как бы, лодырем таким. Когда вижу, как человек трудится. Но, наверное, все равно доход хороший, наверное, имеет все равно, что и клиника, и онкоцентр. Правильно, но надо доработать, надо помогать людям, надо зарабатывать. Своим делом заниматься, пока есть силы. Мама у меня, кстати, ей осталось полтора года до пенсии. И мы ее все уговариваем, чтобы она не работала на пенсии. Она сейчас работает кладовщиком и очень устает. У нее проблемы начались со здоровьем тоже. Мы ее все вместе уговариваем, чтобы она не работала потом. Но, естественно, если что-то там, конечно, будем помогать. Она очень любит заниматься садоводством. Это ее земля, растения. Она прямо аж насадить надо и не надо много всего. Ей нравится копаться. Но нужно обязательно заняться своим здоровьем. Она, как многие люди, очень не любит ходить по врачам. И даже очень заставлять иногда приходится. Так что я тоже не люблю ходить по врачам. Но надо себя как-то перевоспитывать. И ходить надо и не надо. По любому поводу. Чуть-чуть где-нибудь заболела, надо бежать. Провериться не помешает никогда. Понятно? Проверяйтесь. Берегите себя. Надо пожить подольше. Можно подольше. Там, я не знаю, 102-103 года пожить. Ты сколько пожить хочешь? У него в семье долгожителей много. Вообще у него народ, родня очень долго живет. Доставку не дожил? Бабушки твоей сколько? 90 уже с чем-то? Бабули? У меня вообще из родни, вот, с бабушкой никого не осталось. В моей стране очень рано все. Очень рано все уходили. И они все на Украине. Все. У меня здесь в России ни одного родственника. Вообще ни одного родственника такого. Ну, кроме брата, мамы, папы. Моя родня, это мои подруги три. Девчонки мои любимые. Вот, ну и вы моя поддержка. Так что, я себя одиноко не чувствую. А раньше мне, знаете, как-то было, когда вот я была ребенком, вот моя подружка Оля, мы ходили на Пасху всегда к ее бабушке. Там надо было пройти через поле. Мы ходили, она загущала яйцами, там, куличами, чаем. Всегда, я помню, у нее еще чайный гриб был. Так было интересно. Но для нее это само было собой. А для меня, как-то, знаете, у меня, ну, все бабушки, дедушки далеко. Мы виделись в лучшем случае раз в пять лет. Потом их совсем не стало. И это... Ну, мне хотелось иметь такую, знаешь, бабушку любящую или дедушку. Так прям сильно. Все, забираем Маргариту с гимнастики. Я еще, Балда Ивановна, до сих пор не сходила в музыкальную школу и не попробовала передоговориться по расписанию. Хочу сделать так, чтобы муж не каждую неделю ездил в город, а ездил только... Каждый день. Ой, каждый день. А ездил только, что, получается, два будних дня. Слушай, давай сюда заедем, посмотрим, потом, что там продают. Там, смотри, ярмарка какая-то. У тебя есть наличность или только карта? Есть. Есть? Вот, супер. Я хочу посмотреть, там какая-то фермерская ярмарка. И, в общем, что я говорила? А, сделать хочу, чтобы не каждый день он мотылялся в город, а чтобы это, ну, два будних дня и один, получается, выходной, суббота. Хочу его немножко перевести на другому тренеру, Данилу. И тогда можно было бы ездить реже, двоих сразу возить. А еще я хочу найти в Магнитогорске, кто живет, подскажите, может, знает, хороший развивающий центр с логопедическим уклоном. У нас у Маркуши западают шипящие. Я не знаю никак, как их выправить. Вроде стараюсь, мы что-то там языком с ним делаем и пытаюсь. Но он как-то упрется своими маленькими рожками и насупится, и не хочет повторять ничего. Я думаю, может быть, повозить его, может быть, с чужими людьми он будет и более, ну, дисциплинированно заниматься. У меня такой упрямый малыш. Но мы все равно дома занимаемся. Ну, что-то не знаю, я беспокоюсь. Беспокоиться начинаю, нам скоро три года. И шипящие у нас вот никак. С, ш. Вот Т в конце хорошо, а в начале тоже он говорит Тая. Вот Н, вот смотрите, он говорит, мама Тая. Не Таня, а Тая. Почему он не может? Хотя он может говорить все звуки. Вот если по отдельности я прошу его весь алфавит проговорить, он практически все может сказать, кроме вот С, наверное. И вот Ш, наверное. Вот остальное он все может сказать. Все звуки отдельно, а вместе вот что-то. Ну, зато хорошо мы говорим простые слова, предложения он строит из них. Но все равно, вот если знаете, какой-нибудь хорошего специалиста такого, который вот именно... Я знаю, что рано еще для логопеда, да, вроде, нам еще и трех-то нет. Смешно, некоторые даже в четыре начинают говорить. Ну, может быть, есть такие, которые занимаются именно развитием ранен. Вот, хорошие. Есть. Все, мы приехали. Смотрите, я наболтала пока. А что, рано еще ведь? 45? Четыре минуты еще осталось. Вот здесь... Ой, вот так вот. Все. Я посижу, у меня что-то это немножко тянет. Мужу говорю это, купи кислородные коктейли, там продаются. А потом я говорю, спрашиваю, вот не хоть есть какой-то эффект, интересно? Он говорит, зачем они нужны, эти кислородные коктейли, в желудке все равно выпукаешься. Конечно, ну правильно. Скажите мне, какой от них эффект вообще? В кровь кислород поступает, или что, в желудок же... Откуда у тебя? Ты с собой взяла, что ли? Нет, свариваю. Ха-ха, изваривай все. Будем сейчас... Ты что, не стал ядовать? Мама, у тебя детсик стоит? Не знаю. Что, разные вкусы? Одинаковые. Я был каперсик. Надо съесть маргарит. Надо скушать коктейльчик. Пахнет персиком. Какой ты персик? Так он вкусный, Маргарита, ты что? Но это персик? Он вкусный. Очень вкусный. Ты понимаешь, они одинаковые, Рита? Они оба яблоко-персик. Вкусно вообще, как будто молочный персик даже. Да, форма ленты и на фермерскую, вот эти ярмарки. Короче, вчера еще заходили на магазин Галамар за шлаброй. Знаете, вот так получается, что... Не знаю, как... Ты-то выкиньте, посходили? Не знаю, как везде, но что-то мне... Если шлабру надо купить палку без тряпки, отдельно сучки. Одевай. Одевай носочки, Мартуш, одевай. Носочки. Одевай, давай. Тут, ну, палка отдельно не продается. А продается вместе со шлаброй чуть ли около 400 рублей. А мне-то всего-то палка нужна. У меня тряпки-то эти есть. И в Галамарте продается очень дешево палки, если кому надо. Вот, просто палки. Но они, правда, естественно, ломаться будут. Но все равно, бюджетно. И еще зашла там, где что-то было по скидке, взяла детям, что они любят заниматься. И обратите внимание, там вот всегда вот есть вот такие блестяшки. Покажи, Маргарита. Сейчас, Маркуша, сначала Ритину покажу. Так. Вот. Вот. Блестяшки такие нужно клеить по цветам. Получается красивая картинка. До этого, по-моему, котик был, да? Да. Да, Рита очень любит это. А Маркуши мы взяли вот такую. Здесь улитка. Маркуши, дай я покажу, пожалуйста. Вот примеры. Улитка и помпончики разных цветов. И с улитки снимается слой. Там, получается, улитки слой остается, снимается какая-то бумажка. И можно приклеивать помпончики. Подожди, Маркуша. Вот где? Вот она улитка. Я там вроде бы других не видела в картинках, но я думаю, они повесят еще. Очень круто. А, вот видите, я отклеила улитки. И здесь литка. И теперь помпончики надо. Открывайте, приклеивайте. Маргарита уже клеит свои блестяшки. Они еще останутся. Так, так, так. Я красные клею. А я... А я... Бери помпончик и сюда приклеивай. Вот так, смотри. А как он приклеивает? Ну, вот легко. Видишь, вообще легко. Давай, следующий рядышком. Ну, вот и молодец. Так вот, красненькую пипочку надо оставить. Здесь у нас будет красный глазик. Сейчас мы отклеим и сюда глазик поставим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok